Низкий поклон. Вы всегда перед трапезой молитесь, да? Правильно? Да, Господу надо помолить и поблагодарить за то. Правильно. Бабушка Тася, ну я вас очень давно вижу, постоянно здесь вижу. У меня в семье все были молящие, и все молились, и все Бога благодарили, и все умерли с Богом. Я говорю, мой муж, у меня муж был очень красивый, два метра роста у меня был муж. Он не любил Бога, он не верил в него, он был сильным, очень, и надеется всегда только на себя. На 43 года у него поджелтели глаза, и он пошел в ночу. Скрылось, когда будет жить неделю и умрет. Да, онкология, да? Когда он вспомнил про Бога, он мог Богу молиться и просил в деде ночи, там молиться, молиться и просил. Но Господь ему не отвечал. Скажи матери, пусть придет сюда в больницу, за меня помолится, меня Бог не отвечает, я хочу быть с ним. И познал ангела, и вот он, и вот Богосовет, и он умер с Богом. У меня и бабушка была иерусалинка, и всегда я работала парикмахером много лет. И когда я работала с утра, я с обеда в церковь иду на авангард. Какая-нибудь помощь вам нужна, может быть, что-то? Мне Господь запретил все. Мне заявился сам Бог. Мне явился. Я не верю сам. Я вертаю. Трехчветные радуги явился мне. И за спиной у него был стол в облачке. И он мне сказал, тебе здесь место на небо, и я тебя забираю на небо. Я трое суток плакала и просила Бога, оставь тебя, Господи, бери здесь на земле. С Богом сейчас всю дорогу. Бог мне много открыл. Бабушка всегда стригла, когда парикмахером работала в Радуге. Бесплатно бабушек стригла и дедушек. Это здорово. Города голубые. Молод за плеч, белый за плеч. Бог явился бабушке Таисии, рассказывает образ Бога. Да, но глаза его были очень добрыми, открытыми. Ну, как у детей есть, смотрят в глаза, и они добрые глаза, бесхитростные. Вот у Бога глаза такие добрые. А лицо, лицо очень было печально. От чего печально? От печали за нас. За то, что мы грешим. Мы не находимся, не с ним, а мы отбываем свой срок здесь. И Господь, конечно, за нас переживает. Пожелать людям, чтобы они были с Богом, да, надо Бога принимать. Добрее друг другу и помогали друг другу, правильно? Да, это самое главное. Это самое главное. Уход таких людей любит очень, да. Да, вот пожелания от бабушки Таисии вам. Бабушки есть? Я их угощаю, даже в церкви. Я сижу с одной в церкви, и это самое, и ее угощаю. Мне вот стоят. Я в холодильник положу, сохраню хорошенько, и угощаю. Они кушают с удовольствием. Давать лучше, чем брать. Я вижу, что у вас хорошее направление идет. И Господь вас любит. Я знаю, что меня Господь любит. Он и отправил сегодня, направил вас ко мне. Господь направил вас ко мне. Да. Мне теперь не хочется без Бога умирать. Она думает, я говорю, у меня есть один единый. Я ей принесла и отдала. Приходу в церковь, полная церковь с народом. Я подошла, зашла к двери, уперлача и стою вот так, и гляжу на всех. И издалека смотрю, монашка увидела меня и прямо ко мне идет. Идет ко мне и говорит, я тебе сейчас Новый Завет подарю. Новый Завет подарила и подписала. Вот я дала, дала, видите, молитвы не ко мне, но вызвали. Молитва «Живые помощи» очень ценна. Ей можно лечить много детей, взрослых, знаете. Бабушка от грызы лечила. Влечила у детей маленьких. Она почитала молитву «Живые помощи». Под кровом Всевышнего, под стенем всемогущего находится. Говорит Господь, прибежище моё, и Россия моя, Бог мой. Очень-очень хорошая молитва. Сейчас не спешу, я старенька ни от кого не зависела. Все вы, ну что там у меня все большие. Я свободна сейчас. Свободна. Хорошо. Всего доброго, бабушка. Давай, я буду с тобой. Ага, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok